Что может быть вкуснее свежеиспечённого хлеба? Хрустящую корочку хочется поскорее прокусить. А горячую буханку не разрезать, а разломить и вдыхать. Рожь, жито, от слова «жизнь». Неурожай и ржи, даже при обилии мяса, молока, других продуктов, всегда считались величайшим бедствием. Из зёрнышка пшеницы получается 20 мг муки. Для выпечки одного батона требуется 10 тысяч зёрен. В древние времена хлеб считался лекарственным средством, ему поклонялись, как солнцу. За плохо выпеченный хлеб пекаря били плетьми, могли сбрить волосы. Успешному пекарю ставили памятник. Святая инквизиция отправляла на костёр того, кто пытался оклеветать пекаря. То, что мы видим в магазинах сейчас, с исторической точки зрения хлебом не является. На фальсификацию работает мощная химическая индустрия. Муку отбеливают, увеличивают клейковину, корректируют вкус и запах продукции. Чарующий запах свежего хлеба нередко – это аэрозольное распыление, баллончики. Мини-пекарни предлагают свежий горячий хлеб, а покупатели не знают, что он из замороженных полуфабрикатов. Выпечка настоящего хлеба – это тяжёлый труд. В европейских пекарнях это дело атлетов. В России хлеб пекут женщины. Они во всём белом, как воспитатели детского сада, только возят не колясочку, а тяжёлый чан с тестом. Они нянчат его, как дитявка выбели. Туликам повезло – у нас есть настоящий хлеб. Его выпекают на Балаховском хлебозаводе опарным способом, так, как это раньше делали мамы, бабушки на живых заквасках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настоящий хлеб в наши дни – большая редкость. Поэтому на Балаховский хлебозавод постоянно приезжают гости, свои, и из разных концов страны, мира. Посмотреть, поучиться, продегустировать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как очень вкусно. Очень вкусно и очень пахнет. И ей очень нравится это. Ну, очень вкусно. Хороший продукт. Ну, у нас есть хлеб, да, похожий на у вас? Похоже. Похоже. Спасибо вам очень. Все вкусно. Мы все смотрели. Мы, ну, на конце пили чай, попали хлеб, и печенье, и торт. Ну, все бы замечательно, конечно. Здесь хлеб натуральный, очень вкусно тоже. Как у нас. Какие же вы молодцы, что вот стали заботиться о нашем здоровье. Нашем здоровье и наших уже внуков. У меня есть внучка, я ей с удовольствием беру вот этот хлеб, когда она приезжает ко мне в гости. Вместо пирожных ничего не надо. Хочу сказать, что этот хлеб никого не может оставить равнодушным. Бесподобный хлеб, единственное, что я могу сказать. Очень нравится. И давно уже такого хлеба нет. Ведь невозможно в Москве брать эти батоны в магазине, простите, которые черствеют через два часа. Не то, что черствеют, они плесневеют. И даже когда покупаешь там ржаной хлеб, он все равно умудряется покрыться такими плеснями. Хлеб чудо. Большое вам спасибо за ваш труд. Уникальное производство. А самое главное, всегда надо помнить, и это не раз доказывает, что все зависит от людей. Вот от руководителя коллектив, посмотрите, какой замечательный. И когда заходишь и смотришь в глаза, глаза понурые, унылые, ничего там не будет толку. А здесь энергия, умение, высокий профессионализм, желание. Летний сезон приезжает из Москвы балаховцы, отдохнув к своим родителям, бабушкам, и привозит в подарок балаховский хлеб. Поэтому молодцы. Предприятие имеет будущее, развивается, не стоит на месте коллектив. Все натурально, все естественно. Тулики очень любят нашу продукцию. А в последние годы она очень востребована москвичами. Мы понимаем, почему это происходит. Наши технологии проверены временем. Сырье используем только натуральное. Сливочное масло, мед, свежие яйца, мука лучшего качества, творог. Все возможные улучшители и заменители. Это не про нас. Здесь всё сырьё, кстати, российское, проходит тройной контроль. Строго соблюдается правило длительного тестоведения. При любых обновлениях сохраняются традиционные основы выпечки хлеба. Мы разработали постное печенье, которое по вкусовым качествам совсем не уступает курабье бакинское, так хорошо всем знакомо. Но в его составе нет яиц, животных жиров, и оно совершенно пригодно для любого, кто хочет поститься. А из новинок у нас хлеб пряный, бездрожжевой. Содержит белый, неферментированный солод, который редко сейчас какой-то производитель использует, а также имеет такой пряный, насыщенный аромат кориандра, тмина. А самое главное, наш хлебушек изготавливается на ржаных жидких заквасках. Это одна из наших лучших новых разработок. А из последних горячих новинок наших у нас новое наше тоже изобретение. Хлебушек с большим содержанием белка, подсолнечника, льна, ячменя и сои. Он был специально создан для мужчин, но очень нравится и женщинам. А название он имеет «Мистер Хлеб». Губернатор наш пытается все из федерального бюджета, небюджетные средства привлечь и так далее, и так далее. Вот мы за три года все-таки благодаря вот таким предприятиям стали бюджет получать, налог на прибыль, на первом месте налог на прибыль. Народ наш удивительный. А вы делаете уникальное, вы обороноспособность, хлебом кормите. Для нас в области важно, чтобы наши мужики, женщины не уезжали за пределы Тульской области, а здесь им найти работу, чтобы трудились, работали. Елена Алексеевич, нам прям какие-то вечера надо устраивать. Ну, ну, а не замужем девочек красивых. Значит, все, привожу вам, мужиков депутатов. Слушай, надо какой-то вечер делать. Мужиков депутатов. А приезжайте, а то тут уже маты. Вечер горячего хлеба, да? Дело все. Запах жизни. Балаховцы знают, что хороший хлеб рождается только с добром и душевной легкостью. И хотя почти у каждой женщины дома ворох проблем, они оставляют их за порогом, когда вместе пекут хлеб. Маленькой цветётке Маленькой Звучит laurent Маленькой цвететке Агорнёка и Маленькой здорового питания часто не знают, какие чудеса химической индустрии порой употребляют. Поэтому краюха натурального хлеба, булочки, батона – самая лучшая диета. Вы искушает. Вот почему Адам с Евой попали из рая на нашу землю. Когда мы получаем награды, мы понимаем, что это воля Божья. Он любит нас за наш честный труд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова